Приветствую вас и постараюсь разобрать проблему, которую вы описали, достаточно подробно для вас, чтобы вы поняли, как правильно вам нужно себя вести. Во-первых, то, что вы написали вначале о том, что ребенок в сиротах круглый, тут у него нет ни матери, ни отца, он находится на попечении у дедушки, это накладывает определенный отпечаток на ваше отношение к нему и на то, как относится к нему дедушка в частности. То есть тот факт, что вы даете ему эти деньги, а дедушка дает эти деньги, говорит о том, что вы, скорее всего, молодого человека, его уже можно назвать молодым человеком, жалеете, балуете просто потому, что он остался один, он круглая сирота. Возможно, ребенок сам вас об этом извещает. То есть он сам говорит вам, что вы ему должны что-то сделать, потому что он такой вот бедный, несчастный, сирота. И здесь первая ошибка. Вначале, когда только оформлялась опека, когда только начинал он с вами жить, вы его, по всей видимости, чересчур сильно жалели. Вы чересчур сильно баловали его, и в результате, и по этой причине, юноша считает, что имеет право и может просить на свои личные нужды, ага, деньги, за вас все. В действительности, подобная позиция, подобная ситуация не является правильной, хотя бы потому, что вы действительно, как-то вот, ну, его задержите, вы действительно как-то за него отмечаете, вы его кормите, одеваете, то есть он находится на вашем содержании, но при этом он еще и ведет себя так вызывающе. Значит, словами здесь объяснить вам ничего не получится, потому что ребенок привык к тому, что вы его обеспечиваете, ребенок привык к тому, что вы помогаете ему, что вы даете деньги ему на личные дела, и если вы вот так просто будете объяснять, то на самом деле он все равно будет вас простить, просто потому что он привык, он привык к так. Вам нужно занять позицию достаточно жесткую, сказать, что вот так и так ты находишься на нашем обеспечении, ты находишься под нашей опекой, и, соответственно, ты полностью от нас зависишь. И пока ты полностью от нас зависишь, ты находишься, значит, и в финансовом плане тоже в зависимости. То, что нужно тебе обеспечить, то, что нужно тебе, вот, то, что необходимо тебе дать, мы это все тебе предоставим. Но на личные свои нужды находите деньги сам. Хочешь обеспечивать девушку, хочешь водить ее в кафе, работай, дорабатывай сам, и на свои деньги ее, пожалуйста, куда хочешь водить. Поскольку вашему ребенку уже 16 лет, то он вполне может сам работать. На определенных работах можно быть задействованным. До достижения 18 лет совершенно легко, без каких-либо проблем. Курьер, работа в местах общественного питания и так далее. Было бы желанно. И вот этой позиции вам нужно придерживаться четко. Если он свою девушку любит, если он действительно хочет ее баловать, он будет, во-первых, работать сам, во-вторых, он будет учиться нести ответственность за свою жизнь, за жизнь своей девушки, и постепенно-постепенно будет обучаться самостоятельности, ответственности, будет уметь считать деньги, потому что деньги будут его, заработанные им самим, и на самом деле будет более бесчерно к ним относиться. Пожалуй, для вас это единственный способ, единственная возможность как-то ситуацию изменить. То есть, озвучить ему правительство, озвучить ему ваши отношения, ваши стратегии, группы поведения, и после этого ее неукоснительно, последовательно придерживать. Малейшее отступление от этого, малейшее послабление приведет к тому, что у парня будет просто-напросто ощущение, что он может вас сандажировать, он может вас ну, как-то принуждать к тому, что вы делаете, и эффекта никакого не будет. эффекта никакого не будет от того, что вы заняли эту позицию. Значит, что нужно вам делать конкретно? Значит, конкретно вы разговариваете с девочкой, договариваете с ним о ваших совместных действиях, приходите с ним к определенному согласию относительно того, как вы будете себя вести с вашим внуком, и ставите его в известность. Например, 9000 он, как вы говорите, получает, а это опекунские деньги, ну, плюс еще, скажем, в зависимости от вашего материального состояния, скажем, еще плюс 2000, вы ему даете на карманные расходы. Вот в месяц 2000 рублей он может тратить на свою индустопчику и на девочку. Если он хочет больше, пусть работает, пусть зарабатывает сам, и тогда, если нет, пусть довольствуется тем, что есть. Также рекомендуется напомнить ему о том, что с 18-летнего возраста вы уже не обязаны будете его содержать, и, соответственно, он постепенно, уже сейчас может начинать там себя обеспечивать. А парень, если он действительно заинтересован в этом, он увидит, как это здорово, когда ты не являешься финансово независимым, финансово зависимым, в разобращении, а с кого бы это ни было. То есть именно так вам нужно себя вести. именно так. А других способов здесь на самом деле нет. Есть еще вариант, который можно вам предложить, но этот вариант является менее привлекательным и, я бы сказал, более, наверное, затратным, потому что вы можете договориться. договориться с парнем, с внуком о том, что вы ему даете деньги, если он что-то делает для вас. То есть как-то он помогает, какую-то работу выполняет, дополнительную по дому, например, и за это вы даете ему деньги. То есть тут получается выигрывают все. И он его вот такой вариант можно вам еще предложить. договорные отношения, они интересны, они прогрессивны тем, что учат человека, в данном случае вашего внука, нести ответственность за свои поступки, за свои действия и понимать, что отношения это не только права, но это еще и обязанности, это еще и обязательства, это еще и необходимость выполнять определенные действия для людей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.